Всем большой привет, дорогие мои! У меня сегодня есть немного фарша, также у меня есть лаваш, и я предлагаю приготовить ленивые чебуреки без возни с тестом. Здесь у меня 120 грамм говяжьего ошейка, 70 грамм лука и 120 грамм свиной лопатки. Фарш я посолю по вкусу, добавляю приблизительно 1 треть чайной ложки соли и также черный перец. Также на канале уже есть рецепт теста для чебуреков и самих чебуреков, вы можете его посмотреть по этой ссылочке. А сейчас я перемешаю весь фарш и также для сочности буду добавлять сюда холодную воду. Вместо воды некоторые зрители писали, что добавляют кефир, и тоже получается очень вкусно. Я добавила 50 мл воды, посмотрите, какой консистенции получился фарш. В итоге он будет очень сочным. Теперь я беру тонкий лаваш, здесь у меня 3 листа, и также тарелку диаметром 20 см. И мне нужно вырезать 6 лепешек, потому что в итоге у меня получится 6 чебуреков. Смотрите, чтобы на лаваше не было трещинок и дырочек, чтобы он был свежим и достаточно эластичным. Если на лаваше будут повреждения, то через них будет выходить сок, и масло будет разбрызгиваться во все стороны на сковородке. Не делайте лепешки слишком большими, иначе вам будет неудобно их переворачивать. Уже сейчас вы можете поставить сковородку разогреваться с большим количеством растительного масла, в которых мы будем обжаривать наши ленивые чебуреки. Также здесь у меня 1 яичный белок, и я его просто вот так вот взобью вилкой. Края лаваша хорошенько смазываем белком. Он и будет склеивать между собой края, чтобы сок не вытекал. Поэтому не жалеем. Берем одну шестую часть фарша и вот так вот тонким слоем выкладываем ее на половину лаваша. Теперь аккуратно накрываем и вот так вот хорошенько пытаемся скрепить края, чтобы ничего у нас с вами ни в коем случае не вылезло наружу. И выкладываю. Масла должно быть достаточно, чтобы оно хорошо покрывало чебуреки. Также вы можете пройтись вот так вот по краям лопаткой, чтобы дополнительно их скрепить. Обжариваем по 3-4 минуты на умеренном огне с каждой стороны. Главное, чтобы фарш внутри пропекся. Фарша у нас там очень тонкий слой, поэтому он должен очень быстро приготовиться. Теперь аккуратно переворачиваем и обжариваем с другой стороны. Готовые чебуреки перекладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. И вот посмотрите, сколько чебуреков. У меня даже получилось их целых 7. Они даже, смотрите, у них есть такие приятные пупырышки, хрустящая корочка. И при этом на все это я потратила буквально 30 минут вместе с подготовкой фарша. Видите, вот у них такая сверху хрустящая корочка. И теперь я покажу, какие они внутри. И весь фарш хорошо прожарился. Все абсолютно готовое. Вот посмотрите, сам фарш по себе очень сочный. Ну и теперь давайте я попробую. Это очень похоже на настоящие чебуреки из того теста, которое мы делаем дома. Но они чуть менее сочные, потому что лаваш, он впитывает сам по себе весь сок. И вот этого сока внутри здесь нет. Но по вкусу, очень вкусно, сам фарш по себе сочный остается. Поэтому я рекомендую вам обязательно приготовить. Это очень легко и просто. Всем пока, до новых вкусных рецептов!